Всем привет! У нас будет топ проекторов, но он будет очень странным. Первое, что я хочу сказать, у нас будет конкурс. Вам нужно положить по ссылочке в описании будут ссылки на Q9, Q10 и H6. Ложите их в корзину, делайте скриншот и ложите их в мои желания. Тоже делайте скриншот, отправляете в группу ВКонтакте. Я специально также оставлю там же ссылочку и ловите скриншоты. И тогда пишите, что вы участвуете, и потом я сделаю розыгрыш. В принципе, и вам ничего больше делать не надо. Это нужно продавцу, чтобы просто поднимать рейтинг продукта, чтобы его замечали. Проектора эти мной рекомендуется. По крайней мере, H6 и Q9 однозначно рекомендую. Это прям топчик проектора, если мы говорим про один LCD. Q10 пока еще не тестировал, поэтому точно сказать не могу. И если берете H6, обращайте внимание, что на него дефицит. Ну, я думаю, что и второй блин будет комом, потому что первый розыгрыш у меня на канале тоже прошел как бы с запозданием. Но я все равно его проведу, и вы получите свой аппарат, если вы выиграете. И участие получается с 16 по 22 число. Ну, так как я понимаю, что сегодня у нас уже 16, и я, получается, опаздываю с этим видео. Поэтому, как бы, ну, не обижайтесь, что, может быть, не успеете, потому что смотрите вы некоторые мои видео с опозданием. Но, в принципе, счастливчик все равно будет. Первое, что хочется сказать, я сегодня не, ну, решил не вставать и не показывать все проектора, которые у меня тут есть на полках, потому что они все не помещаются. У меня их уже, наверное, больше 120 штук, и я просто не могу их тут разбросать и нормально снять видео. Поэтому, в принципе, я просто по памяти расскажу вам о моделях, которые вот прям топчик и, ну, засели в моей голове. Первые два проектора, это самые дешевые, они должны стоить, там, в районе 70 долларов, ну, плюс-минус такие. Это X70 на 480 точек, такой маленький аппарат, который мне очень понравился, работает хорошо. Для тех, кто путешествует и просто хочет небольшой какой-то проектор, просто хотя бы протестировать, рекомендую. И также T3A, аппарат, который у меня был, он на 720, он прям маленький и прям, ну, тоже нереальный топ, как мне кажется, за эти деньги. Это прям совсем такой начальный уровень, раньше был UG300, но это уже совершенно такой, как бы, если сравнивать с этими, отстойный аппарат, я бы так просто сказал. И часто, кстати, вот я сейчас просто смотрю в объектив, люди думают, что я читаю, но я чаще всего смотрю просто в монитор на себя, мне, как бы, кажется, когда я смотрю на себя, как будто я с кем-то общаюсь. А не просто смотрю в объектив, в камеры, потому что мне это окажется немножко странным. Я когда кого-то не вижу, у меня ощущение, что я разговариваю сам с собой, поэтому, как бы, так вот. И сегодня такое интересное просто у меня состояние, я решил просто что-то записать и, как бы, немножко по-другому, именно по памяти. Потому что, когда что-то в моей голове, оно прямо оседает, и мне кажется, это самый топ. И поэтому, вот, я просто по памяти, если я какой-то аппарат не вспомнил, он не значит, что он плохой. И если вы, например, видите там на полке что-то сзади, и вам кажется, я его не назвал, то, скорее всего, я его не назвал. Либо забыл, либо он просто отстойный. Потому что, вот, часто такое есть, пишут мне, особенно в последнее время, почему-то мне некоторые писали, что, типа, ты, получается, типа, все проектора хвалишь. Я не хвалю все проектора, вы просто невнимательно слушаете. И, как бы, я уже давно понял, что люди, как бы, очень сильно переживают, когда купили какой-то аппарат, и он потом у них плохо работает. Ну, или я, например, рассказал о нем, что у него плохо, они до этого его смотрели, все было хорошо, я указал на его косяки, они видят эти косяки, и многих это раздражает. Поэтому я стараюсь аккуратно рассказывать людям, чтобы, ну, тем, кто внимательный, они все это понимают. А тем, кто невнимательный, просто задавайте вопросы, я отвечу, помогу вам разобраться. Только, пожалуйста, указывайте цену в долларах. Указывайте всегда расстояние, на котором вы будете сидеть. Указывайте расстояние, на котором будет проектор от экрана. И все остальное, то, что вас максимально интересует. Не пишите мне для кино и для игр. Для кино и для игр любой подходит. Выбирайте просто любой. Я люблю говорить только о том, что конкретно понимаю, ну, не то, что понимаю, а когда я даю совет, я уже понимаю, что человеку надо. Я не говорю, не даю совета на шару. И вот следующие проектора, это уже 720. Туда входят E500, M8 и X30. Это топчик, мне кажется, проектора. Они очень похожи, ведут себя прям совсем одинаково. И я бы сказал, что они прям близнецы. Просто немножко как бы разные, с разным характером, со своими нюансами. Но вы можете по факту брать любой, который вам просто нравится. И вы получите, прям как по мне, топчик, если мы говорим в районе 100 долларов. Следующий уровень проекторов, я забыл еще, да, чуть забыл, R10. R10, он такой, как бы получается, такой стоит. Мне понравился этот проектор, он тихий. И я рекомендую его конкретно в спальне, потому что он тише этих аппаратов, которые я вам только что назвал. И, как бы, в принципе, получается, из 720 это все. Следующий уровень, это уже Full HD проектора. Они примерно такого же размера. Это H5, UG430. H6. Однозначно прям жестко рекомендую. Но есть люди, которые до сих пор его не получили. Была распродажа, получается, два месяца назад практически. И есть люди, которые его до сих пор не получили, купив на ту распродажу. Просто когда выходит хороший проектор из 1LCD, и если я его порекомендовал, получается дефицит. Если вы готовы ждать, однозначно берите H6 и ждите. Тем более сейчас он выйдет улучшенный. Они, типа, говорят, что добавили яркость. И там появился CES. Ну, то есть, если, например, мы подключаем какое-то стороннее устройство, которое тоже поддерживает CES, то мы можем с одного пульта, получается, управлять двумя устройствами. Ну, и TV-боксом, например, и проектором. Хотя там есть Android, который можно настроить и получить довольно-таки хорошую картинку. Следующие проектора, которые я вот прям помню, тоже Full HD, но это уже другой уровень. Эти были до 150 долларов. Эти будут от 150, наверное, до 200. Это RD-828 мне нравится, но он рекомендуется только для кино. Это D93 Pro. Однозначно рекомендуется. Очень хороший аппарат, небольшой, который мне, в принципе, нравится. И не знаю, какой бы я из них выбрал, но мне кажется, эти два прям совсем такие топовые. Потому что больше я такого что-то среднего прям не могу вспомнить. И, в принципе, даже сейчас, смотря здесь на полку, я просто ничего такого, да, не вижу. А если смотреть здесь, то тоже у меня как бы везде они просто рассыпаны, эти проектора. И поэтому какой-то я могу забыть. Но как я уже и говорил, что если вдруг я забыл про этот проектор, он просто как бы, ну, значит, не самый топовый. И если вы думаете, что если я буду рассказывать вам, типа, 1 гигабайт оперативной памяти, 8 встроено, 700 у него ANSI, ну, по яркости, потом у него контраст 3000 к 1 и все остальное, вы все равно запутаетесь. И профессионалы обычно смотрят мои обзоры и уже понимают, что происходит. А как я обычно и говорю, я просто прошу вас написать комментарий, то есть то, что вы хотите объяснить мне, и я вам дам совет прям максимально точный, то, что вам надо. Если у вас есть деньги, и вы думаете, что купите 1 LCD, о которых я говорю, и получите топовое изображение хороших DLP проекторов, никогда этого не будет. Цена имеет значение, и качество, получается, все равно стоит своих денег. Нет ни одного 1 LCD проектора, который будет лучше нормального DLP проектора. Пока, по крайней мере, я такие не встречал. Так что, и еще обращайте внимание на перегревы 1 LCD, с ними нужно аккуратно, их нужно как бы лелеять, жалеть, их нужно использовать и чистить. Я имею в виду от пыли, фильтра чистить все время, потому что у них есть эффект выгорания матрицы. Потому что выгорание матрицы происходит из-за того, что проектор перегревается. То есть поток воздуха не хорошо охлаждает нашу матрицу. Те, кто думают, что можно поставить систему водяного охлаждения на 1 LCD проектор, вы можете попробовать это сделать, но вы потом удивитесь, что произойдет с вашей матрицей. Потому что ее нужно охлаждать. Цветодиод охлаждается хорошо, он прикреплен к хорошему радиатору всегда, и там проблем нету. С ним проблем нету, если его кто-то не заляпал, он сам по себе не сгорает. Ну и также я говорю про систему охлаждения. Если закрыть проектор в каком-то коробе, вот как у меня здесь, например, на полке стоит, то может быть у вас примерно то же самое, и он там начнет втягивать один и тот же воздух, то есть горячий, и с каждым разом поднимать температуру, и потом просто испортится. Если вы видите на экране на 1 LCD проекторе какое-то пятно, однозначно рекомендую просто выключить его из розетки, посмотреть конкретно систему охлаждения, посмотреть, где фильтр, нет ли там пыли, все продуть и дать ему остыть. Если вы смотрите это горячее пятно, которое вы видели до этого на экране коричневое, и продолжаете дальше смотреть, то однозначно оно потом там и останется. Чем-то мне 1 LCD проектора напоминает LED-телевизор, у которых есть привычка там и плазма тоже, у которой выгорала матрица, как бы если ты смотришь одно и то же статическое какое-то изображение, то есть надпись там, не знаю, я помню, у человека был, у него там был этот, как его, спортивный канал, и там было написано спорт, и вот он потом переключал на любой другой канал, и там всегда оставалось спорт. Так что обращайте на это внимание. И вот эти 1 LCD, которые я только что порекомендовал, они однозначно, мне кажется, вот RD-828 и TD-93 Pro, это прям совсем такие топчики. И следующие у нас проектора, это уже крупный 1 LCD, первый, про который я хочу рассказать, это, наверное, M9, потому что до сих пор не появилось проектора, у которого нет внутри никакого андроида, и его можно подвесить на потолок, потому что 1 LCD, в принципе, если ты вешаешь его на потолок, если у него не присутствует матричная и ручная трапеция, то изображение будет однозначно мыльное. Я думаю, что тоже такое видео, скоро начну снимать какие-то учебные видео, ну, разъяснения о том, что происходит с проектором, что-то такое. Ну, я думаю, поработаем над этим. И вот если вы хотите проектор подвесить на потолок 1 LCD, это однозначно M9, другой я вспомнить не могу. Если вы хотите максимально четкое изображение, то есть не резкое, а именно четкое, то это TD-96, но у него есть эффект бочки, обращайте на это внимание. По яркости они будут тут все плюс-минус одинаковые, те, кто думают, что когда написано 8000 люмин, да, люмин, или 9000, это, в принципе, скорее всего, такой маркетинговый ход. Получается так, что изображение, например, которое есть, которое мы видим, если ты его настраиваешь, то всегда яркость на любом проекторе падает. И, скорее всего, это просто светлая картинка, они замеряют эти характеристики, думают, что все круто и проектор яркий. На самом деле нет, когда ты настраиваешь яркость и контраст, ну, то есть, чтобы было видно все кубики в светлых и в темных сценах, яркость падает и плюс-минус они получаются, ну, одинаковые эти проектора. Ну вот, M9 это под потолок, а TD-96 для тех, кто хочет хорошее четкое изображение, но не забываем про эффект бочки. Ссылочки в описании на эти проектора, и там есть обзоры, посмотрите перед покупкой. Если мы хотим играть, то это однозначно Q9 проектор, он до сих пор получается в топе, лучше него я, в принципе, наверное, как бы не встречал, хотя встречал, но, по крайней мере, он такой проверенный временем, просто работает. Вот, просто он работает и все. И вот это прям такие три топчика, о которых я хотел сказать. Потом у нас есть HQ9, но пока рекомендую немножко подождать. Мне понравился этот проектор, но у него появились какие-то проблемы с матрицей, поэтому советую подождать, как бы, решение проблемы на заводе, потому что аппарат новый, и вот выскочила проблема с матрицами. У меня такой пока проблемы нету, но я думаю, что я его также протестирую, и, скорее всего, там тоже это может появиться. Я буду делать сейчас видео еще про... У меня тут есть свануш, это про лебедь, про который я рассказывал, аж 6500. У него проблема появилась такая, что когда ты выключаешь проектор, то есть ставишь его в режим ожидания, почему-то шел ток на матрицу, и она у меня испортилась. Ну, скоро увидите это видео, это будет следующее видео после этого. И вот, мне кажется, что-то похожее есть на HQ9. Очень хороший аппарат, который, в принципе, я думаю, что составит конкуренцию проектору Q9 и тогда 96-му. Он такой более универсальный мне показался. Хотя А6500, в принципе, такой же прям, ну, вроде бы крутые, но вот с какими-то проблемами, хотя этот А6500 у меня уже давно, 8 месяцев, ну, может, они уже решили эту проблему, просто я еще не связался с продавцом, чтобы решить этот вопрос и, ну, рассказать вам что-то. Ну, я там, в принципе, снял видео, посмотрите, поймете. Что еще? Если мы говорим про UG620, взятка C3, взятка C2, это, в принципе, те аппараты, которые мне не зашли. Также M19, M21, M20, они все такие довольно-таки странные. Если вы их купили, можете использовать. Все вроде бы хорошо, но они не проходят мои тесты. И вот, как бы, еще проблема в том, что у нас нет аппаратов. UG650 мог бы рекомендовать, но он такой довольно интересный. Посмотрите на него обзор, тоже там, в принципе, все поймете. Вроде бы все больше и больше становится хороших аппаратов, но мне не хватает времени их все сравнивать. Есть еще RSD 013, я вот тут его вижу, он лежит, и он мне нравится. Но я из-за того, что там стоит линза Френеля близко к матрице, ну, чтобы картинка была без эффекта бочки, у него видно эту линзу Френеля на экране, который, в принципе, я вижу это на изображении. И он рекомендует со мной, но нужно обратить внимание именно на этот, как бы, эффект. Вы, получается, либо берете TD-96, у которого есть эффект бочки, либо вы берете RSD 013, но видите эффект, как бы, получается, линзы Френеля. Прямо действительно видно. Не знаю, как это работает, но вот такие вот у нас бывают интересные проблемы. Что еще тут, как бы, в принципе, я вот вижу, они тут все у меня валяются. Тут много интересных аппаратов, но больше мне, в принципе, не о чем рассказывать. Если вы хотите DLP проектор, то это однозначно минимальное, с чего стоит начать. Это Xiaomi Miya Mini, мне кажется. Он такой самый оптимальный, 100 дюймов, в какую-нибудь спальню самая-то. Звук у него шикарный. Потом, мне кажется, идет уже по качеству. Если в этой же ценовой категории есть еще X-JIMI Z6 или какой-то такой похожий Z6X, там без разницы, в принципе, какой вы возьмете, по качеству X-JIMI обходит Xiaomi. Я еще не встречал хороший Xiaomi аппарат, который мне вот прям понравился бы по цена-качеству, потому что обычно они всегда уступают таким брендам, как вот, например, если с самого первого чата этот Dunk Bay, мне в последнее время начал нравиться. Потом Changhong и X-JIMI. Вот эти проектора, они точно по шее дают проекторам Xiaomi. Я еще не встречал топовые проектора вот Xiaomi, прям, ну, чтобы жестко, круто работали. И прям то, что я читаю, смотрю там, и как бы люди хвалят, но нет, нет. Потом мне нравится Changhong C300. Это уже следующий уровень, там в районе 600. Он вообще, по идее, по акции обычно стоит 550 долларов. Это просто идеальная цена за этот аппарат. Я использую его дома. От него кайфую. Мне кажется, у него самое крутое изображение, которое я такое, как бы, вот, которому я привык. Мы тут сейчас в соседней комнате используем X-JIMI H2. И он однозначно, по картинке, мне кажется, хуже, даже по четкости. Но тут изображение 100 дюймов, а дома у меня 90. И дома Changhong C300 у меня работает в эко-режиме. Потому что его картинка довольно-таки яркая, приятная, насыщенная. Ну, вот он прям, ну, как мне кажется, он дает то топовое изображение, которое должно быть в кино. Я уже в своих обзорах иногда, как бы, болтал о том, что холодное изображение, это больше для телевидения, а теплое изображение, это конкретно для кино. Потому что там, как бы, вот, прямо они снимают их. И это вот видно, если ты пытаешься сделать изображение холодным, как, например, на телефонах Samsung по умолчанию. У них такое холодное изображение, оно такое прям, ну, красивое очень. Но оно однозначно неправильное. И те, кто покупает телефон Samsung, в принципе, вот у моего друга есть, но их нужно настроить по изображению, потому что многие используют по умолчанию. И, короче, синяя холодная картинка, она портит изображение. И вот Changhong, это прям то изображение, которое должно быть, типа, в кинотеатре. И вот, получается, вы купили аппарат, включили там IMAX режим, и все, и просто кайфуете. И вот этот аппарат рекомендуется до 100 дюймов. Следующий аппарат, это от 120 дюймов. Я бы рекомендовал Changhong M4000. Мне прям нравится этот аппарат, потому что он... Единственное, что у него нельзя регулировать яркость, но он дешевле, чем XGIMI H3, H3S. Потом, скоро сейчас, кстати, выходит уже, по идее, XGIMI H5. Не знаю, почему они четвертый пропустили. Потом также там, если мы говорим про Dunk Bay, F3 и все остальные, которые выше, там они тоже прикольные аппараты, у которых регулируется яркость, но цена у них у всех выше. И, в принципе, я так понимаю, что тут, как бы, вроде бы все. Но мне нравятся очень XGIMI Horizon и Horizon Pro. Прям топчики. Мне кажется, что это лучшие аппараты, которые можно купить, если у вас есть деньги. Просто берите их, а не на Android TV. Просто работают шикарно. Но ценник там от 1000 почти до 2000 долларов. От 1000 до 2000 долларов. Так что, в принципе, ну вот как-то так. Что я еще помню. Мне нравятся XGIMI RS Pro 2. Это прям тоже топовый аппарат, который может регулировать зум картинки именно с помощью оптики. Это, в принципе, я еще вот как раз тестировал. Но обзор так и не выложил. Когда был в Одессе, я тестировал RS Pro первой версии. Мне он просто не зашел после Horizon Pro версии, потому что там была видна пиксельную сетку. И я не понял кайфа от того, что можно регулировать оптическим. Ну, оптический зум есть. Потому что, если мы говорим уже про такую цену, я бы взял что-то интересное из нормальных брендов. Скорее всего, я бы поискал, наверное, какой-нибудь Sony или GVC бэушный. Потому что это другой уровень. Хотя, как бы, эти китайцы, они довольно интересные. Но если мы говорим про уже оптический зум и прям так как-то подбирать проектор, то лучше, мне кажется, посмотреть на нормальные бренды, у которых это все работает через лампу, через какое-то колесо. Потому что цветовой охват там будет все-таки побольше. Они используют разные всякие фильтры. По крайней мере, я те изображения, которые я видел, китайские DLP-лайт проектора, они до этого не дотягивают. И также, в принципе, мне кажется, лазерные. Хотя ультра-короткофокусные проектора довольно интересные аппараты. Но к ним нужен LR-крант, который вот у меня прям здесь лежит. И без него я не вижу смысла вообще покупать ультра-короткофокусный проектор. Вот просто вообще не вижу смысла покупать. И если бы, вот мы говорим про ультра-короткофокусные проектора, то я рекомендую Changhong B5U. Мне он очень понравился с HDR. Если мы используем его с нормальным LR-экраном, он прям снижает яркость. И видишь все детали в тенях. И он умеет, как бы, да, это все равно не телевизор. Там нет таких бликов, которые могут дать мини-лед, например. Или вот такие жесткие, которые могут тысячу нит выдать. Проектор этого не может. Но зато он может сымитировать очень темные сцены с очень яркими. И мне очень понравилось, как отображается это изображение. Вот именно на Changhong. На Changhong B7U он был интересный. Но мне он показался просто немножко другого уровня. И мне показалось, что он просто лучше. Хотя, может, я из-за того, что не сравнивал, кажется, что разница между ними большая. А может и небольшая. Если мы говорим про Xiaomi ультра-короткофокусные, такие как C2, то вот все пишут, там есть француз, который пишет про контраст какой-то. Я же тестировал, когда был в Киеве эти проектора. И там у меня было их три. Cinema, Cinema Pro, Xiaomi, Xiaomi, C2 от Xiaomi и Changhong B7U. И француз намерил у них у всех разный контраст. Ну, типа, у Changhong это 1000 там с чем-то было, а у C2 это там 3000. Я не увидел никакого этого контраста, изображения. Может быть, там какой-то динамический контраст и присутствует. Но по умолчанию я не увидел никакого контраста, и не увидел там никакого преимущества. Я уже много раз говорил, что если мы говорим про само изображение, то очень часто, ну, как, в принципе, везде можно обмануть прибор какой-то. И вам кажется, что изображение лучше, а на самом деле по цифрам только лучше, а на самом деле все равно ничего не понятно. Нужно смотреть картинку. Вот у меня тут друг мой, лучший инженер по звуку, и мы же тоже все время смотрим всякие эти характеристики АЧХ, там, где она кривая. По АЧХ вообще невозможно понять, что будет за звук. В принципе, то же самое касается усилителей и всего остального. Да, мы можем там какие-то моменты увидеть, но, в принципе, по характеристикам трудно очень определить, что за аппарат ты себе покупаешь. Потому что, например, вроде бы можно же сравнить, например, какой-нибудь топовый GVC 9 серии и какой-нибудь там, ну, не знаю, Epson или не знаю, какого-нибудь китайца, любого возьми. Там же могут быть, что цветовой охват похожий, все похоже, там контраст вроде бы, типа цифры какие-то заявленные, что все вроде похоже. А ты включаешь эти два аппарата, рядом ставишь, один кажется, что это один LCD самый дешевый, такой как UG300, такой маленький там есть, вот этот аппарат был такой смешной. А это нормальный DLP проектор, например, стоит. И разница действительно очень большая. А по цифрам кажется, что разницы никакой нет. В принципе, я мог бы говорить об этом часами, и тут получается, что это даже, наверное, не топ, а я просто решил высказать свои мысли, которые у меня есть. Я думаю, что я буду больше с вами делиться всей этой информацией, потому что она довольно-таки интересная. Если вы хотите посмотреть конкретно нормальный топ, то я оставлю ссылочку в описании на свое прошлое видео, потому что обычно я говорю больше, предлагаю больше моделей, но сегодня, в этот раз, я думаю, что нет смысла их показывать все, потому что, ну, толку от них нет. И мне нравится, что я в последнее время делал вот эту вставку с фотографией, когда вы можете просто по фотографии, по названию, я думаю, что многим намного легче. Кстати, напишите про это. Нравится вам, когда я оставляю фотографию, когда я называю, например, проектор просто по буквам, вот, ну, например, Q9, и вы потом видите, что это Юнгер или еще какой-то другой, Эвориком, например, проектор. Мне кажется, это очень удобно и благодарен человеку, я не помню его имя, который мне написал и предложил делать эти заставки для Ютуба. Он очень сильно мне помог и увеличил, улучшил мое качество, но из-за того, что я творческий такой человек, как бы я бы сказал, что я, ну, меня очень трудно раскачать, и он был очень сильно замотивированный, а я уже понял, что нет смысла никогда никуда бежать, потому что большая спешка, она приводит к очень жестким ошибкам. Вот, например, у меня была крутая ошибка, когда я делал обзор на М19, такой проектор, мне он очень понравился, он был такой прям жестко крутой, потому что он показывал очень хорошее изображение, но я ошибся в этом изображении, я никогда, ну, когда только начинал тестировать, в принципе, я не думал, что проектор может работать на 30 Гц, он там что-то пропускает, потому что глаза наши привыкают к любой картинке, и они могут, ну, в принципе, любые дрожания, изображения, пропуски кадров, они могут это, ну, наш мозг с глазами может это все компенсировать. И это однозначно работает, потому что я это проверял на своем друге. Он видит радугу, и он очень видит хорошо это дрожание, ну, по крайней мере, видел. Про радугу он еще иногда ее замечает, но когда правильно настроен проектор, он ее не видит. Но вот я его приучил смотреть видео без компенсации движений, то есть когда картинка дергается. И мы тестировали проектор Epson также у друга, и он не видел больше это дрожание, но пришла жена друга и увидела это. И я у друга своего спрашиваю, ну, в принципе, у меня куча друзей, как бы, знакомых, друзей, они, и вот, чтобы не запутаться, этот вот лучший мой друг, он до этого видел все эти дрожания, и потом он их, он сейчас их реально не видит. Я у него прям спрашиваю, ты реально не видишь, что происходит с картинкой? Он говорит, нет, мне кажется, картинка плавная. И поэтому, как бы, наш глаз ко всему привыкает. И когда вы, например, покупаете какой-то кислотный проектор, такой как C3 взятка, то ваши глаза привыкают и пытаются сделать очень хорошую картинку, изображение. То есть, ну, мозг ваш все исправляет. И когда вам кажется, что вы, например, где-то у друга посмотрели какой-то проектор, ну, нормальный, я не знаю, ну, вот Epson пятой серии, я не знаю, или любой какой-то хороший проектор, и вы приходите домой, кажется, что у вас один LCD также показывает, на самом деле нет. При сравнении все очень хорошо видно. И вот, как бы, реально деньги решают. Если бы мы были бы все с достатком, я бы всем рекомендовал покупать DLP Prectoran, но один LCD это тоже хороший аппарат, как мне кажется, который позволяет все-таки насладиться киношкой. Да, я, может быть, зажрался уже теми своими аппаратами, все, которые я видел, и всем, что я протестировал, хотя я, в принципе, не использую топовые свои аппараты. Вот, как бы, вот Changhong, Changhong C300 разве топовый? Да нет, это для многих просто какая-то игрушка балабольская, которая дает херовую картинку. С одной стороны, да, если сравнить с другими проекторами, но дома посмотреть кино с ребенком, я играю в PlayStation, в Xbox дома, я просто кайфую, когда он рядом валяется на мне, выносит мне мозг, как бы, своими криками, когда он играет. Он такой эмоциональный. Мы играли с ним в Spider-Man, это просто было что-то клевое. С женой то же самое, просто посмотреть кино на большом экране, ну, это просто объединяет нас дома. Потому что, когда все сидят в телефонах, это, ну, ну, просто телефоны. А тут проектор, получается, нас объединяет, и мы все смотрим одно и то же, и получаем одни и те же эмоции, которые нас радуют. Как-то меня что-то потянуло, походу, не туда. Так что, вот так вот. Ну, вот такой вот был небольшой, получается, топ. Я бы назвал всякие от Xiaomi Vogue и все остальные, но я считаю, что они не конкуренты никому. Получается, T3A, нет, сначала X70, потом T3A, это до 70 долларов, потом идет M8, E500, X30, это 720 до 100 долларов, потом RD828, TD93 Pro, это уже до 150 долларов, там плюс-минус, можно до 200, это топчик, а, еще про R10 забыл, этот на 720, что я еще называл. Ну, и потом M9, Q9, TD96, это топчик на 200 долларов. Ну, и потом идет Xiaomi Miya Mini, Z6, Changhong C300, Changhong M4000, и все остальные, такие как DangBay, X-Jimmy, это, в принципе, один такой уровень, вам выбирать, а, еще, GM GO, проекта мне нравится G10, но у нее такая довольно холодная картинка, все-таки, как мне кажется. Так что, вот так. Ну, просто задавайте вопросы, я обязательно отвечу. Я думаю, получилось довольно интересное видео, просто хотелось с вами поговорить, и просто что-то рассказать. Сейчас грустное какое-то время, мне кажется, из-за того, что такая дичь происходит на планете. Я начал заниматься, вернее, изучением, смотреть всякие эти, читать книги про историю, и я понимаю, что мы живем в таком мире, жадном каком-то, непонятном, когда пару людей, у которых есть куча денег, творят дичь, и заставляют нас творить вот всю эту ерунду, которая происходит. Мы вроде живем все рядом, а тут такой хаос происходит. Я живу в Латвии, когда наша маленькая страна пытается показать, что она что-то может. Вроде бы приятно, но я же понимаю, что это будет много проблем для простых жителей. Но, в принципе, вообще об этом говорить не будем, потому что это не то. Лучше кайфовать и наслаждаться жизнью, но всегда знать историю и следить за тем, что происходит, потому что надо знать о том, куда мы движемся. Ну, я думаю, вот как-то так. Всем приятного просмотра. Кино на большом экране и пока ссылки на все в описании. задавайте вопросы. Я оставлю пока на все топовые обзоры мои видео ссылочки в описании, потому что я думаю, что пока вроде бы хочется что-то прям выделить, но кроме хаосистого из таких вот как бы я не знаю, что я бы мог конкретно жестко похвалить и понимать, что вот прям топчик какой-то попался. Ну, как-то так. Пока.